Рост заболеваемости граждан Российской Федерации растет не по дням, а по часам. Люди стали более уязвимы к вирусам гриппа и ОРВИ. Россия медленно, но верно приближается к началу полномасштабной эпидемии гриппа. И на этот раз мы столкнулись с самым опасным и агрессивным штаммом H1N1, который еще принято называть свиным гриппом. По расчетам Роспотребнадзора, пик заболеваемости придется на Новый год. Ничего в этом удивительного нет. Это действительно каждый год в это время происходит подъем респираторных заболеваний. Свиной грипп – острое инфекционное вирусное заболевание, вызываемое несколькими серотипами гриппа типа А. Болезнь протекает с типичными проявлениями гриппозной инфекции – сухим кашлем и интоксикацией. Клиническая картина при свином гриппе типична для гриппозной инфекции. У подавляющего большинства больных заболевание протекает в легкой и средне-тяжелой форме без осложнений и продолжается не более пяти дней. На первый план при гриппе выступает синдром интоксикации, который проявляется выраженной ломотой в мышцах и суставах, головной болью, ознобом, общей слабостью, болью при движении глазных яблок, светобоязнью и слезоточением, рвотой и диареей. Симптомами разобрались, а что приводит людей к данному заболеванию? Это связано с несколькими факторами. Во-первых, люди возвращаются из отпусков, дети идут в школы, плотность контактов, то есть количество контактов между людьми возрастает. И это приводит к тому, что вирусы лучше передаются от человека к человеку. Во-вторых, воздух становится суше. А это значит, что наши слизистые тоже подсыхают, а слизистые нашего организма – это первый барьер, который вирус должен преодолеть для того, чтобы попасть в организм человека. И если воздух стал сухим, слизистые подсохли, то вирусу легче попасть в организм. В-третьих, температура на улице падает, а значит, люди меньше времени проводят на улице, больше времени проводят в помещениях. И это тоже приводит к тому, что люди больше общаются между собой, а значит, и вирус лучше передается от человека к человеку. Последние два года в связи с ковидом были применены жесткие ограничительные меры, которые помогли справиться не только с коронавирусной инфекцией, но и другими респираторными заболеваниями. Казалось бы, что это только улучшило здоровье граждан. Но есть и вторая сторона медали. Человечество два года не болело гриппом, и значит, у него снизился так называемый коллективный иммунитет против гриппа. Все это может привести к тому, что тот грипп, который уже сейчас циркулирует, H1N1 или так называемый свиной грипп, он может дать достаточно большую вспышку заболеваемости. Снизить риск заболевания свиным гриппом помогут основные меры профилактики. Избегать места скопления большого количества людей. Если избежать посещения общественных мест невозможно, носить средства индивидуальной защиты, например, маски. Как можно чаще мыть руки, пользоваться спиртосодержащими, дезинфицирующими средствами, ежедневно менять полотенца, не пользоваться полотенцами в общественных местах. Полноценно питаться особенно важны белковые продукты и витамины. И вовремя прививаться. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова